Расскажутся о нем немножко там, как они используются, что он к себе направится прямо. Ну, вы к ним говорили, может быть, расскажите о себе. Да. Представлюсь по квадратам, например. Каждый людей может интересовать. Квадрат — это, на самом деле, MC-корпорейшн. Вот. Такая красивая игра, это MC-квадрат. Некоторые люди считают, что квадрат — это коэффициент ценовой политики и MC. Стоимость этого продукта были хорошая идея. Значит, по себе, собственно, я не проводил BOTICS. Работал вот в этой компании BOTICS, поэтому работал около десяти лет сам на российском с виртуальной машинами разморозами, очень маленькими, большими, крупными данными. Сейчас, соответственно, работаю MC на системе в сравнении не состоится, то есть duplication. Правильно ли я это перевёл, но я не видел, что перевода, но вроде понятно, почему это. Соответственно, сейчас вот, чтобы рассказать про то, что я с теорией уже излагал, а я скажу, как вот в реальном продукте, потому что в основном, ну, понятно, инженеры, они учёные, и, соответственно, мы сделали реальный продукт, который, вот, теоретически должен, ну, и практический, вообще, использоваться в системах хранения и позволять там, просто, понять исключительные данные. То есть, если данные являются, если у вас есть десять одинаковых файлов, то система должна автоматически обнаруживать, как раз, что файлы не манитуальны, и, соответственно, хранить содержание файла один раз, а дальше хранить, грубо говоря, количество ссылок не было. Ну, и там дальше это, некогда более хитрая наука, когда, если часть файлов не манитуальна. Ну, а потом я всё-таки, как бы, расскажи вкратце. Там сто минут. Применем я могу. Было бы хорошо, если с другой стороны. Потому что дальше идет. Так, ну, значит, преимущества, в общем, такие. Ну, во-первых, ну, понятно, экономия сторожа, потому что, там, скорее, человечество производит всё больше и больше информации, вот, и... Ну, и, в общем, не видится ли зона, почему бы не хранить информацию, только там, минимально необходимое количество раз. Вот. Соответственно, мы используем для этого адресацию блока данных значениями хэш-функции на этом блоке данных. Понятно выразился, но суть такая, что по блоку считается его хэш, и это используется в качестве адреса, то есть способа спросить у системы, а есть ли у меня такой блок. Соответственно, в некоторых сценариях, а именно в основном сценарии от вакапа, это позволяет очень значительно сэкономить данные, потому что данные уже меняются слишком не сильно, а в вакапах происходят день за день, и люди, соответственно, они удивляются, что у них огромное количество одинаковых данных, вот, и огромное количество, точнее, бесполезно использованного сторожа. Вот. Ну, и там же мы имеем такой приятный бенефит, что, так как, когда модель свой блок у нас уже будет, как есть его хэш-функции, то мы можем с чета-блок посчитать их хэш-функцию снова, и если они равны, то, в общем, с большой вероятностью, что у нас ничего не используется. То есть мы еще имеем приятную возможность проверять, что с данными все хорошо. Ну, вот, собственно, для чего мы строим систему дедупликации? Ну, ровно на, это самая хорошая функция. Практически в системах мы используем либо SHA-1, S-H1, S-H1, S-H2, 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 и это видная версия, в общем, примерно того же. Вот, если у нас есть колитии в нашей системе, то мы встречаем серьезных, хотя и непреодолимых проблем. То есть если есть два различных блока данных, которые идут к одному и тому же дайджесту, то мы попадаем в приятную ситуацию, что нам либо нужно при каждой записи верифицировать, что мы действительно записываем то, что мы записываем, либо, соответственно, мы, в общем, оказываемся в ситуации, когда второе блока просто потеряется. Ну, соответственно, понятно, перед тем, как строить эти системы, разумеется, прикидывается вероятность столкновения. Вот я здесь, правильно, выписал формулу, которая, по сути, формула для звезды парадокса, т.е. для ситуации, в которой вчера, так же, и я, писал с коллизиями, вот я просто выписал термины в нашей предметной области. Там D на B, да? Что? D на B. D на B, да. Слышал, это очень плохо видно. Вот, но, в общем, грубо говоря, если D – это объем данных, сохраненный в системе, B – это, по-моему, плохо, A – H – это различные виды в ХШ, вот для такой, ну, не особо большой, но приличных размеров системы хранения, т.е. один D на B. В принципе, EMT уже делает больше. Вот. И для 8-х лаваного блока, это понятно, по сути, по сути, нам всегда содержательно именно отношение D на B, потому что это и есть по существу уникальный, вот, так сказать, объект, на котором мы, собственно, считаем хэши, среди которых только и могут быть понятия. Вот. Ну, получаем, в общем, ну, разность калитии 2 в минус 80. В общем-то, число достаточно такое, успокаивает очень, потому что может случиться много других неприятных событий, это гораздо больше вероятностью, и при этом, ну, в общем, вот такого рода калития представляется очень маловероятно. Вот. Ну, и у нас там есть способы бороться с этим. Понятно, что реально мы, как бы, не имеем такую ситуацию, именно потому что у нас распределение калитии не совсем однородно, и распределение калитии не совсем однородно. Вот. В принципе, наверное, если люди придумывают атаку на ША1, то мы, возможно, окажемся в нескольких неприятной ситуации, но с другой стороны, количество элементов, которые мы здесь рассматриваем, это все-таки количество уникальных элементов, то есть если элемент не уникальный, а действительно не уникальный, то он в эту формулу не вносит вклад. Ну, и к тому же мы можем, действительно, всегда верифицировать, для совсем политических ситуаций, верифицировать всегда, что то, что мы запишем, это именно то, что нам надо, и разрешать коллизию просто нумераться. То есть мы добавим, скажем, к ШУ номер, пятое значение с данным ШУ. Это, конечно. До этого, наверное, сильно не прославимся, потому что найти коллизию в ША1 — это, примерно, некий подвиг. Конечно. Так. Ну вот сейчас я расскажу, в общем-то, уже чуть поменьше даже про кэш-функции, и чуть побольше про инженерную часть всей этой активности, потому что, понятно, нам приходится не только придумывать формулу, но и писать реальный код, который со всем этим работает, и, собственно, должен работать быстро, качественно и надежно. Там все эти концерты на софт-продакшн, и, понятно, система хранения, в общем, достаточно недопустимая ситуация, если данные не теряются, особенно на этой паразии, для кого он, собственно, не работает. Вот. Во-первых, нам нужно выбросить ШУ. Ну вот, в принципе, ШУ мы, конечно, уже выбрали, но вполне возможно, что в будущем мы пересмотрим наш выбор, как уже один раз, в принципе, выбор был пересмотрен, потому что в некоторых других продуктах использовалась хэш-функция ND5 для похожих целей, и в момент, когда вот была вот эта программа, я помню, как она называлась, вот, то, соответственно, люди достаточно, с удовольствием переходили на другой алгоритм считания ШУ. Вот. Ну, нам нужно, опять же, доказывать, что наши данные... Ну, хэш действительно уникально представляет, как адресует наши данные, вот, и, соответственно, нам нужно, возможно, проверять на колесе. Вот. Следующая проблема вот такая. Она напрямую к хэшным с ним не имеет вообще отношения, но, тем не менее, для меня, кажется, интересной и технически, и даже теоретически, поэтому вообще упомянусь, что вот хэш, как Илья, опять же, вчера рассказывал, хороший хэш должен быть однородно, ну, нефордно распределен по области значений. Теперь подумаем о том, что мы, собственно, пытаемся сделать. Мы пытаемся адресовать блок и блок и шоу. То есть это значит, по сути, что мы пытаемся построить структуру данных, которой ключом является равномерно распределенные значения. Что это фактически значит с точки зрения того, что, если, допустим, у нас достаточно большой индекс, и он не влезает в память, не влезает на флэш, а влезает, допустим, только на 10. Это фактически значит, что никакое хэширование нам не поможет никому. То есть как бы мы, какую бы политику фэширования мы не избрали, из-за равномерности распределения вот этого фэша мы получаем, что нам каждое, каждое чтение из индекса – это всегда обращение. Ситуация весьма неприятная, и, по сути, все сторожи системы, известные люди неизвестные, но все сторожи системы, они вкладывают просто невероятное количество интеллекта в то, чтобы возможность удовлетворять все запросы на очтение и на записи слушателей. Если они этого не могут делать, то все, что называется, тормозит. Ну и еще одна такая неприятная, неприятная вещь. Ну то есть вот здесь, по поводу вот этой вот проблемы, мы ее решаем, в частности, при помощи использования методомистических, методомистических структур данных, например, фиброблума, ну и некоторых других технологий, то есть, по сути, где мы уже не храним как таковое знание о… не храним как таковой точный индекс, а храним некие тинуты, которые позволяют дать им на тот самый точный индекс. Ну и индекс линейно растет с ростом объема хранимых данных, что тоже, ну вот, что называется, типичная проблема со страектором, то есть, что чем больше он на данной системе, тем больше дубликационный индекс. Вот эта ситуация весьма неприятная в реальных системах. опять же, опять же, именно из-за того, что, если именно из-за предыдущей проблемы, то есть, если у нас память произвольно адресуемая, как диск или вклад, то у нас слышно хорошо, но если память адресуемая, вот, как жесткий диск, то в какой-то момент у нас неиспежно кончается вот этот вот тот самый ресурс с быстрой памяти. Так, ну вот, я не знаю, это не реклама, а скорее информация. Значит, вот это решение, которые используют, собственно, штуцы, для, ну, практически для ведупликации или похожих активностей. Первое – это Avomar. Фактически безрядную часть наших технологий мы унаследовали вот компанией Avomar, которая была крупной немцей, вот именно назад. Вот. Она была предназначена для backup решений. Такое достаточно изящное решение. Если у меня. Если у меня. Лево, нажмирую. И сейчас, наконец. Налисимая ситуация. Так. Ладно. Ну, я только на самом деле последний слайд. Так что. Окей. Хорошо. Также, например, это content-adres call-storage, то есть по содержимому файлу выставляются его адресы, и этот адрес используется дальше клиентом для операции с файлом. Вот. Ну и вот то, над чем мы сейчас работаем, это использование для, как бы, для других стратегий, а именно для backup-а, для второго праймера сторожа, то есть вот для диска, с которым люди работают на лету, и для репликации, то есть для передачи данных от одного места, где работает система хранения, и другой системы хранения, где хранятся копии этих данных. Ну и вот в качестве такой информации, что изрядная часть R&D вот по этому проекту сейчас происходит Петербург. Он, собственно, тоже петербург. По-моему. Все. Одна из таких вопросов. Мы еще остаемся. Стоп. Уместо этого для этого времени. Итак, значит, давайте напомним, что на актуле вчера мы говорили об определениях, различных типо-какических определениях стойкости хаш-функций. Мы говорили об односторонних ш-функциях, а именно дан ключ, дан образ, найти прообраз, значит, стойкость нахождения вторых прообразов, а именно дан ключ, дан возращение, нужно найти другой прообраз, значит, нужно найти другое значение, так что функция совпадает на x, y. И, наконец, самое сложное для того, чтобы... значит, это самый легкий атака для атакующих и самое тяжелое условие для создать этой функции это устойчивость коллизий, а именно дан ключ и атакующих стран должна найти любые два значения, которые бы от этого упали по этому ключу. После этого мы говорили про универсальные атаки в основном на двух случаях коллизий, мы обсудили прообразные рождения и обсудили всех атак, которые позволяют найти коллизии с использованием, без использования памяти на большом количестве проявления компьютером, после чего мы обсудили размеры компромиссы время-память для обращения к нашему. Значит, давайте я оставлю определение здесь, поскольку, конечно, какие-то очень важные для нас. Ну ладно, сегодня у нас так же. Мы обсудим конструкции для конструкции, и те конструкции, которые используются на практике, я расскажу, откуда они берутся, и теоремы, с которыми эти конструкции возглавляются, и, после чего, мы посмотрим на смыслительную атаку. На универсальные атаки, которые работают для всех, на все хэш-функции, которые построены в тех рамках, которые я еще учил, и конкретные атаки на хэш-функции типа MD4, MD5, которые, значит, не так давно не имеются. И мы действительно посмотрим, как это с этим строят, без обслуживания, без обслуживания. Совсем что-то не так, чтобы дать вам представление о том, как, на самом деле, ответят, опять-таки более на волейбурную атаку. Ну вот, для начала давайте обсудим, давайте потом попробуем представить, как сделать конструкцию, которая совершает очень-очень простую операцию. Вчера я использовал N слева и N справа. Если честно, это неудобно. Обычно N – это выход в хэш-функциях. Итак, я говорил, что в теории, как правило, хэш-функциях у нас имеет ключ. Это более-менее единственный способ говорить о сложности хэш-функциях в аститутике. Это единственный способ говорить о сложности хэш-функциях того, что устойчивость для коллизий, а только если нет ключа, сразу приспособственно говорить о том, что проблема на создании коллизий занимает время t. Почему? Потому что, если ключа нет в функциях сервана, то кто-то уже когда-то мог найти коллизию, посчитать или нет программа, которая просто выдает коллизию, а там будет исполняться время 1. Поэтому, что-то и генициолей, конечно, мы хотим не искать. В тотальной практике гораздо удобнее говорить агрессивно хэш-функциях и говорить, что в них никогда в обожрении в будущем не может найти коллизий для этих хэш-функций. Это не качество. То есть разница между теорией практики, но для нас, с нашим утверждением, мы в основном будем говорить о хэш-функциях, как мы крепость ключа, но, в самом деле, не сдаваясь ключа, если нам не надо. Итак, мы хотим создать хэш-функция, которая берет хэш-функция, и немного ее выжимает. И мы хотим, чтобы она была по следующему количеству. И такой, как бы, разнообразующий способ это делать, ну, давайте как-то пытаться, подкумять, да? У нас на входе есть m битов. Давайте что-то с ними сделаем, чтобы битов стало меньше. И так далее. Значит, пока мы не дойдем до m битов. Ну, надо только видеть, что это не работает, если мы хотим, чтобы путь был с точным коллитием, поскольку, если правило найти коллитием на первом шаре, он это делает. Он это делает, да? А можно попытаться делать хэш-функцию так, чтобы первый шаг был очень тяжелым, чтобы антонизий был найти нельзя, да? Но тогда получается, что каждый из этих шагов должен быть таким тяжелым, очень хитрым. Поэтому, испугивается, это как-то другой метод. У нас есть удивительный факт, что внутри хэш-функции, которая играет в сущности очень простыми объектами. Мы хотим, чтобы уменьшить вход, и как-то его измощать, так, чтобы он, например, не был попростен, чтобы нельзя его обратить, и чтобы он не был отверстий. На самом деле, внутри, например, хэш-функции работают маленькие шифры. Значит, и делаем следующий вопрос. Мы. Значит, это, что называется, для ресторан. И, значит, сейчас понадобится понадобится проектора. Раз, хочу дальше. И так. Представляю, что у вас вам данный шут. И мы делаем следующее. Значит, давайте посмотрим на наш шутер, как вы обошли эту шутеру. У шутера есть два кода. Это ключ и сообщение, но в выходе только сообщение, т.е. формально говоря, он уже выполняет в каких-то функциях функции, он сжимает свой вход, вместо включения сообщения у нас будет выходить только сообщение. То есть можно было сказать, что на входе m, на входе k, на входе m шрифт, но вопрос, можно использовать вот это вот в качестве костюмуса? Ну, мы и то и другое, мы и m и k воспринимаем как, смотри, вот, это у нас, значит, маленький такой шифр. Мы говорим, давайте сделаем кэш-фу, который будет работать следующим образом. И откроем k, это есть шифр при помощи ключа k, сообщение m. И, строго говоря, нужно смотреть на свои условия. Мы находим вход длинный, выход короткий. Какие проблемы с этим, с этой элементной конструкцией? Выход короче, чем вход. Мы ключ каким-то образом утрамбовали софиг. Длина, которая равняется длине? Да. М шрифт написано? Ну, здесь м шрифт ходит просто по определению, я говорю. Ага. Стандартный блок сайта. Тогда m шрифт равняется длине? Да, совершенно верно. Причем, в отличие, строго говоря, для шифров они не должны расшифровываться. Единственный известный ключ. В данном случае мы контролируем и m и k, мы их сами выбираем. Поэтому каким-то у нас не был бы выход этой функции, мы хотим зафиксировать функцию к x. Мы выбираем k, равную чему угодно, все нули. И дешифруем. Прогоняем эту операцию в обратную сторону. Получаем n-1 от k, которую мы сами выбрали, к примеру, все нули, от x. И это у нас будет m. Поэтому, если мы придем фразу в эту сторону, то мы получим так вот эти x. То есть не только эта функция является, она не металисия, она просто не является настрой. И так, понятно, что, как я пытался определить нашу функцию. Берем некий шифр, некий бокс-арвер, который, значит, на кодис сообщений на выходе шифр программы тоже верны, и на кодис еще он берет ключ. Я утверждаю, что получившись функция, да, она сжимает свой вход, но она является вполне бесполезной для пути... Как это решить? А именно, если мы хотим найти такие значения m и k, чтобы они равнялись x, то есть на поле нам x. Что мы сделаем? Мы выберем k. Ну, скажем, все нули-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Получим m, равное, держим фракцию x, и то, что получилось, просто я подставляю в определение. Поэтому, значит, что же делать? И, значит, тут мы сделаем некую удивительную операцию. Вместо того, чтобы скучно посчитать, значит, на коде m и ключ на выходе m3, мы к выходу добавим m. И я утверждаю, что получившись, является функцией, да, устойчивым коллизием, если этот шофер, он является идеальным. Значит, я уже описал еще одного предмета со шутцем, что со шутцем является случайным бораклом. Если единственный способ узнать свое значение, это поставить сообщенный наступник. Он возвращает там ответ, и на этот ответ абсолютно случайный наступник. Это некая модель. Таких шутцем нельзя реализовать в природе. Ну, теперь, по данным есть случай, когда у вас есть несколько шутцем, с которым вы сообщаетесь. Это модель. Если в этой же модели мы моделируем этот шифр как идеальный, а именно единственный способ узнать его значение, это пойти, значит, в скрупнике, значит, нажать на кнопку на черном ящике, он вам будет соответствовать. И, ну, как бы, для шифров их требуется, чтобы у вас есть возможность, кстати, вперед и назад. То есть, как шифровать, как шифровать, как шифровать, как шифровать письмо с точки зрения. Я вот представлюсь, что если этот шифр вот этот с таким способом, если он моделируется в идеале, то получившаяся функция, значит, находивая комиссия так же вслужена, как и в идеале кашумции. А именно, требует собрания до общепринятного пауза. Интересно, что вы понимаете, что этот шифр как идеальный ящик, в общем, произведенный незначительно? Да, совершенно верно. Это, в принципе, значительно случайно. То есть, фактически, в черном ящике, когда этот шифр как идеальный ящик нам был выдан, там оказалась таким образом случайно выбранная перескаловка на всем множестве элементов. То есть, так, значит, теперь мне потребуется ввести... Я... Нужно нажать динамику. Т.е. шифр бьет сообщение динамик, ключ динамик и выдает на выходе сообщение динамик. И, если он в идеале отвечает, что в этой коробке оказалась случайная перескаловка на множестве N. И на нем есть две кнопки. Одна. Посчитатель туда и остальное. Извините. Там оказалась... Там оказалась 25-летать основ. Так что 25-летать основ, туда, которая проинвектирована, если выключаем. И две кнопки. Значит, на входе такая черная коробка... Значит, на входе карт-биллер, который читает ключ. и две кнопки «почитать вперёд», «ключ» и «сообщение», «к», «м», «почитать вперёд» и «почитать назад», то есть зашифровать, зашифровать. И давайте проверим, почему эта функция не имеет коллизий, и проверка, если честно, очень-очень-очень простая. А именно, каждый раз, когда мы вычисляем значение в этом ящике, либо вперёд или назад, мы знаем, что ящик видит весь вход в него. Он видит M и K, и мы можем, уже в тот момент, когда мы заснули в ящик M, K, мы можем сказать, какое будет значение у этой функции. Оно будет значение, которое посчитал этот ящик, плюс M. Значение, которое посчитал этот ящик для нового M или для нового K, которое мы ещё не видели, оно будет, собственно, случайным. Это предположение того, как усвоено этот ящик. Поэтому, если мы к случайному числу добавим M, мы получим всё равно случайное число. То есть каждый раз, когда мы вычисляем этот ящик заново, получившееся, вот на новых, на свежем кодеке, то, что будет равна эта функция, будет осуществлено от этого числа случайно, среди строк и замки. А именно, в прошёте, у ящик есть где-то, только один, а где-то, вперёд. Тогда Google просит зашифровать M при помощи ключа K. В этот момент мы знаем, что значение функции на входе M, K, будет равно вот этому значению M, плюс M. Правда? Так как ящик идеальный, это значение случайное, всё вместе тоже случайное, мы получили просто свежее случайное число, длина ящика. Теперь мы считаем ящик назад. Значит, у нас есть ключ, мы можем посчитать, если бедусь в минус 1. По симметриям, как мы соормируем, от выхода этого ящика они будут иметь одинаковое значение функции. Поэтому, если мы считаем ящик назад, всё равно значение функции будет выход этого ящика, плюс M. И опять-таки, это значение, оно, если ящик нечего не прошу, я прокавим, то это значение свежее. То есть, значение свежее, его выход случайный, что у меня сейчас случайное, и опять-таки мы получим случайное число, который спринял от случайного стропа, длина ящика. И так, что называется, мы можем делать только как захотел, но по продовольству дня рождения мы, вероятность того, что мы увидим коленцию, она будет расти пропорционально, Q кодации, Q к количеству запросов делительно на 2-ти понемногу. Поэтому Q, когда Q сильно меньше 2-ти понемногу, у нас как-то неожиданно на 2-ти понемногу. То есть, на самом деле, это свойство, то есть, на самом деле, даже важное не нужно было, важно что, важно то, что поведение ящика вообще не повредит к поведению случайного стропа. Каждый раз, когда мы ее запрашиваем, мы получим какое-то случайное число воскреплено. Да, поэтому они, с точки зрения своей сопротивляемости, просто повторите, а не одинаково. В смысле, 2 конструкции. Понятный этот шаг. Теперь, значит, можно внимательно смотреть на те конструкции и спросить, а что, если мы не M будем добавлять L в L, а K? Что они сейчас от этого изменятся? У них длины разные. Скажем, кто так уже делит. Все просадки. Если как уже. Измените? А чем вообще эта тема? Сусловно верно. Ничего. С точки зрения, только я описал ящик, у него, как бы, есть два входа, две кнопки, а эти входы не отличаются, если они одну и ту же делаются. То же самое. А если я прибавляю и K и M? От этого что-нибудь изменится? Смотрите, то же самое. Правда? Да. Это мы контролируем, да? Но чтобы мы не контролировались, мы к этому прибавляем, контролируем. Случаем число, мы получаем случайные числа. Да? Значит, итак вот. История этих конструкций сразу не смешает. Сначала тебе узнают, значит, какую-то туристику или конструкцию. Потом, значит, было известно, что это новые такие конструкции. И потом, значит, решили, что новая конструкция случается. Давайте... Это папа... У нас картинка исчезла, да? Да. А вторая не клинит. Слава. Слушайте, мы говорим о конструкции. Давайте я проведем их всех. Значит, а... Вот эта конструкция, которая является сам. Это Davis-Meyer. И, значит... А... Единственное, просто тупо пересечь все возможные комбинации входов-выходов. Плюс, значит, вот... А... Значит, а... Ещё можно их называть, по-моему, сейчас. Ну, как бы... Меет местами M и H. Это, значит, M и K. Неважно, что из них стоит. Смотрите. А... Сюда, значит, один код идёт сюда. Галочка, значит, это ключ. Ключ идёт сюда. Он сорируется сообщением. Сообщение сорируется способом. Да? И... Эта конструкция может выглядеть таким образом, что и... Ээээ... Как и это изглав для Davis-Meyer. Эээ... Значит, эээ... Это изглавляет конструкция, которая проще. Да? То есть, вот... То есть, вот... Эти... Эээ... Ээ... Эээ... 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 появилась Ээээ... Ээ... Эээ... Эээ... Проект понадобится не скоро, но еще понадобится. Значит, мы... Продолжу, что у нас есть эти шифры, мы сможем из него сделать функцию, которая будет в ксервный вход и будет в ксервный доступ. Но, опять-таки, на практике нам требуются конструкции, которые брали бы произвольный вход и выдавали бы ксервный вход. Ну, например, в том положении, который говорил, где мы используем функции для собравного доступа, глупо ограничивать документы, которые мы хотим подписать, как-то заранее. Документы разные. Документы разные бывают, да? Или, например, когда мы проверяем целостность файлы. Файлы, конечно. Да, я понял. И этот дейс называется dv-отканшин. И... ...орширение данной функции. То есть у нас есть донат одна функция, которая работает. Мы хотим сделать какую-то другую функцию, которая работала на большую область определения. И, значит, в следующий прогрессе конструкция, которая называется грибоком... ...грибоком... ...дянка... ...грибоком... Грибоком... Вот... А, такая ручка, как Ангелия... Э-м... Значит... Эта конструкция имеет красивое название, появилась в 2018-2019 году, Ну, надо играть с очень простой. Как наработать? Итак, у нас есть одна эшфанция. Я буду изображать ее таким образом. И в этих трапециях сегодня до сих появятся тьмы. Вы их увидите. У нее есть минус плод и короткий плод. У нас есть некое одно сообщение. И потенциально длинное. Мы хотим его превратить в n-bit. Что мы будем делать? Давайте просто делать максимальную конструкцию. А именно, мы на входе m-bit на выходе m-bit мы порежем m на блоке длины m-bit. М-bit на блоке длины m-bit. М-bit. 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 . Сейчас же Геннадий Большой выравняется. Геннадий Большой, я провести. В этом случае. Мы хотим создать комплекс, который был важен для производного... для производного... для производного... для производного производства. Есть ли проблемы с... Да? Я могу подвинуть... Если... Не, просто она не высохнет, она бледно-серая. Ага. Итак. И будем делать следующее. Начнем... Сначала зафиксируем... Выберем какую константку. Обычно константка называется IV initial vector. Или, значит, длины... М... Извините. М... М минус N. Нет. Н минус N. И... В примере... Нашу нашу функцию... Функцию H маленькая. К первому блоку... С общением Большой и они... Получили... Н минус N. Н минус N. И... Последний процесс. Взяли второй блок сообщения... Н минус N. Взрешло... Н минус N. И так далее. Закончили на... 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 Катом блоке. И давайте сейчас остановимся. Тут. Значит... Значит... Теперь вот так... Что... Для сообщений... Фиксированной длины... К умножить на N минус N... Получившаяся конструкция... Она устойчива к коллективу. Она устойчива к коллективу. Если... Совершенно верно. Если... А... Устойчива к коллективу. При этом... Параметры устойчивости... Т и акционы... Они идентичны. Значит... Видите ли вы, почему это так? Ну... Кто может это сказать? Объясните. Полусова. Еще раз? Это остается так на каждом этапе. Это верно, но... Скажите... Это остается так на каждом этапе. Это не совсем верно. Было бы правильно сказать... Это остается так на каждом этапе. Не слева, а справа, а справа налево. Почему? Потому что вы убедитесь в кондукция. Кондукция справа налево. Если у вас есть два сообщения вот этой вот фиксированной длины, k можно m и m. Так что они не равны. А вот получившийся h большой... Насколько у нас работает h маленькая, остановимся, мы назовем их h большая. А h большое... от m равно таки h... от m' от m' на m' то я могу сказать, что мы нашли колитию в h маленькую. Почему? Посмотрим на последний блок. Если, значит, выходы равны. Если входы у m и m' были разные, у равны все колития. Если же они единичны, то может быть 0. Таким образом мы дойдем до... до IV. И если мы не встретили различающие сети входов, значит, где-то обман. Значит, m должно быть равно m' но где-то они различаются, правда? Т.е. вот индукция справа на m, она доказывает, что для этого случая h является устойчивой колитик. И что важно, подчеркну, что с тем же параметром, что и функция h маленькая. Понятно? Т.е. Но, как я сказал, мы хотим создать скашмутцию, которая работала на произвольном поле, на произвольном поле. А тут, сейчас я доказал, что получившая скашмутция является устойчивым колитиком, если мы рассматриваем только сообщения одинаковые линии. Т.е. Совершенно верно, да? Потому что, нет никаких причин, почему Почему кто-то не мог бы найти какой-то M-школик, который бы, скажем, попадал в IV? То есть, если кто-то находит M-школиком, и на нотоке то же самое AV, то hash большое от M-школиком и любого сообщения равно hash от того самого любого сообщения. Тогда мы обратили к чему-то? Значит, это тонкий вопрос. Потому что IV в этой конструкции оно фиксировано. И кем оно фиксировано? Тот, кто ее зафиксировал, то есть мы должны были бы верить, что тот, кто зафиксировал это IV, не знает, например, какого-то сообщения. Нет никакой причины, потому что это не так. Ну, кстати, это не очень очевидно обсуждение, но его легко избежать, о нем вообще не стоит задумываться. Если добавить к конструкции M-школиком еще один блок, а именно конструкция, которая используется R, она будет так. Мы добавляем еще один блок, который шифрует леновое сообщение в ВВХ. И теперь можно повторить все наши рассуждения, но уже для предсвольных M и M-школиком. Если M и M-школик раз на земле, но есть, значит, M не равно M-школик, но H-школик равно H-школик. То я утверждаю, что мы нашли колитию в H-школик. Если не разное время, то колития происходит уже в первом круге, в крайнем блоке справа. Поскольку мы как-то одинаковые. Если же мы не одинаковые, смотри кунг первый. Мы пройдем справа на земле. Это простое макроспустение, которое определило пути развития H-школик на следующее в акте вперед. То есть статья 8 г. года года, все H-школик, которые существуют на данный момент, они подчиняют такой парадигме. Почему? Потому что у него есть доказательства того, что если H-школик, то H-школик, то H-школик, то H-школик. И, значит, в следующем поле лекции мы увидимся, что это была большая ошибка. Это с самого простого свойства такого. Значит, вы знаете ли вы, что такое... Поднимемся только, кто знает, что такое message of authentication code MAC. Значит, я тебе скажу. Мерклик – это то же самое, что это, то есть это та же самая ошибка. Но, значит, в нервничестве, это предыдущие секреты. И эта функция MAC используется для проверки целостности сообщений. Если враг не знает печа, то он не может... Значит, если враг же смог получить MAC на большое количество... ...на большое количество сообщений, все равно шанс врага угадать сообщение, у которого... он умел посчитать MAC, это шанс нечетворный. Ну, справа говоря, это должно быть так обычно, в эти 20-ти минусы. Ну, извините, опять столица между обозначением. Эээ... 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 2-ти минусы, диагноз, 3-грамма. Эээ... Значит, и... Эээ... 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 Ээээ... Ээээ... mc в квадрате, потому что внутри компании, или внутри одного, наверное, санкрата, абсолютно не обязательно использовать скашмопцию, которая публичная. Поскольку кто знает, что это может быть не на виду коллизия. Если же использовать макию, тогда какие хранистики учителя есть внутри, для этой санкраты? Тогда враг не то, что не может найти коллизий между макиями. А, какой будет написанный враг? Тот, кто там хранит правила. То враг не может даже угадать, не может даже подделать сообщение с правильным макиям. Значит, вот такие маки, их надо легко конструировать. Особенно, если легко конструировать, если вам есть идеальная эмоция. Значит, давайте в таком случае, если я скажу, что не соединяем. Тогда, как можно, значит, который, скажем, берет производитель, 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 полуход и наводки n-бит? Тогда я воспринимаю, что следующая конкурентация k с конкурентомером sm будет в хорошем максимуме. То есть, смотрите, пункция 5, она идеальная, она публичная. Все знают, значит, вот есть спутник, который летает. Каждый может поставить сообщение на спутник и получить от него ответ. Но мы за это публичная функция делаем нам за счет того, что конструируем сообщение, добавляем сообщение на спутник, нашли цветные пущи. Я обсуждаю, что в этом случае шансы врага на победу в этой реке очевидны ничтожны. Ну, поэтому причина почти на минус а. Видите ли вы, почему это так? Ну, посмотрите, враг ключа не знает. Единственный способ узнать у него значение мака на сообщение, которое у него есть, это послать сообщение на спутник, как он говорит, каер, ну каер, не знает. А по определению идеальной функции, чтобы эта функция не выдала нам на сообщение, которое мы ей послали, это абсолютно никак не коррелировано с ее значениями в точках, на которых мы ее еще не спросили. И это не зависит от длинных правил? А? Ну это да, в смысле идеальная функция. Но это зависит от длинных правил ключа. Да, враг может выдать ключ, да, совершенно верно. Но если враг ключ не угадал, это хорошее обещание, враг может выдать ключ в этом случае как микропроизор. Но сообщение, которое идеальная функция выдает, мне ключ в выдать не помогает. Они никак не коррелированы с кодом. И выходы функции на разных кодов не имеют между собой ничего общего. Эта штука на спутнике, идеальная функция на спутнике, она будет принимать решение о судне зависимо от разных кодов. И так, это идеальный маг. Например, дети, идеальная функция таким способом, значит, усможненная, становится хорошим магом. И я подтверждаю, что если вместо идеальной функции мы будем использовать конструкцию, которая может быть аж, может быть здесь идеальной, но вся конструкция целиком аж большое, будет работать таким образом, эта конструкция, она является марком 8-площей. У нас есть аж большое, и если аж построен на основе Мёртл Дэнберга, то каким бы хорошим аж его внутри, если мы, значит, мак, который аж, это, значит, не мак. Почему это так? Ну, давайте посмотрим, что происходит. Ключ добавляется в начальное сообщение. Да? То есть, ключ будет находиться где-то здесь. Значит, праг может каким-то образом наложить лапу на маг, вычисленный на местных сообщениях. Что такое маг, вычисленный на местных сообщениях? Значит, ключ в начале, потом будет сообщение, потом будет длинна, и вот это то, что, значит, досталось в программе. И что можно сделать так? Ещё раз? Ну, он может добавить к тому, что есть, он может продолжать впечатление. Он знает это промежуточное значение, он не знает, как оно получалось, он не знает как, но он знает, почему оно равное. Поэтому можно добавить какие-то свои, значит, например, м, там, штир, м, башних, а. В конце концов, он добавит длину получившегося сообщения, но всё вещество будет обсуждено легительным сообщением, у которого он располагает маг. Не ужасно это. Вот. Значит, и тут, значит, важно будет... Значит, без упрощения лекции этого, у нас будет письменный экзамен. Как вы будете создать, значит, я вам дам несколько задач, опять-таки, это, разумеется, пожелание, как все здесь присутствуют. Это выходит, значит, будет несколько задач, из которых, значит, должно быть решить. Как бы, чем больше, чем лучше, но, как бы, не все, но какое-то, значит, некое нулевое количество. И, заранее, дам вам одну задачу дали с этого задача, ну, может, я не подумал. Значит, задача такая. Вот это определение мака, опять-таки, я даю её сейчас, потому что, ну, как бы, маки не ходят в... не покрывается нашим мини-курсом, поэтому, если вы забыли, что мак, можете посмотреть в Википитии, я вам скажу. Я, значит, утверждаю, что есть атака на мак, имеющая следующую форму, аж. Так, где-то, какая добавляется в конце? Эээ... Сложностью два сливки n пополам. Эээ... 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 длины, как бы, эээ... и имеет... Эээ... 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 ключ и... Эээ... как раз вот в случае... Ээээ... Эээ... 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 И... Приступаем к нему к ударению к человечеству, и действия понадобятся. Спасибо. Часто говорят про атаки на фактические ошибки. И, как вы видите, в атаке производят значение строки, которое выглядит как набор 0-1. И в нынешних причин думать, что эти наборы 0-1 мы можем использовать для атаки на реальных протоколах. Я говорил, что мы используем фиш-функции для собравок подписи. Мы фишируем документы. И я сказал, что если мы найдем два документа с идентичным кашем, то мы нарушили безопасность нашей системы собравок подписи. Мы используем два документа набора 0-1. Казалось бы, мы никак не можем использовать для своего вида. Но, значит, теперь давайте посмотрим, как сделать эти осанки. Единственное, что у нас есть... И, я обещал. Это метровая фиш-финансация. Вы видите эту картинку. У нас есть длинное сообщение, которое учитается таким образом. И предположим, что мы нашли коллизию, и я утверждаю, что мы можем сделать следующее. Мы можем включить коллизию в одном из блоков в коллизию между двумя более длинными сообщениями алиниками. Значит, посмотрим на следующий пример. Если мы нашли коллизия внутри этого блока, то есть вот значение, вот это change variable, переменной между блоками, оно фиксировано. Это был M1 фиксирован. Мы нашли два блока, M2 и M', которые для этого значения, значит, их ну и может совпадать. Да? И таким образом, их предыдущий совпад, поэтому мы можем продолжать в четыре конструкции дальше. То есть, мы нашли коллизию в одном блоке, но что получилось, что для M1, M2, M3 и M4 Мы включили это коллизие в более длинное сообщение. И само по себе коллизии между последователями нолей нет смысла не имеет. Но, как часть более длинного сообщения, оно может смысл показать. Пример. Расположены, например, документы поскорь. Поскорь – это язык. Сложный, воронительный язык. Поэтому мы можем рассмотреть это по конструкции. Их. Значит, обратно после конструкции, оно сделалось немножко подобным. Их одна конструкция равна другой конструкции, то выполняем одну конструкцию. Иначе, выполняем другую конструкцию. Вот, под выполнением операции, печатаем эти текстные карты. И эти конструкции, одни представляют собой на форту 0,1. Но, в одном случае, эту конструкцию с транзакцированием, а эту конструкцию будем менять. Если мы таким образом подогнали эти конструкции. Так что, когда мы запретули весь файл в хэш-фрукцию, и эта конструкция оказалась содержит в себе целый блок Merkle-демка. Если мы нашли коллизию здесь, между безусловным сообщением, где мы стоим на 0,1, то, в одном случае, эта конструкция Это, значит, у нас выполняется равенство, в другом играет. И, собственно, приемлемо. Прикинь здесь по скрипту. Что? Прикинь здесь по скрипту. Потому что по скрипту — это язык. Нет, ну а чего тут приемлемо? Сейчас вот приемлемо. Можно по тексту разно сплотать с одинаковой, по штормам. Два договора. Он подпишет один, а потом он предъявляет к второму другу. Значит, это... Опс. Пришли не относиться к программе на C++? Да, разумеется, это относится к программе на C++. То есть структурный материал программе на C++, она, как бы, тоже достаточно многообразна, что там можно закинуть все что угодно. То есть это одно отдельное высказывание Джорджа Эжедаболи Буша. Ну, действительно, как бы, вполне такое отдельное высказывание Джорджа Эжедаболи Буша. Это 41-е для США. А вот другое, тоже его фактически известное высказывание. Это 2 файла последние. Это вот такой калькулятор для вычисления фишкурции. 2 файла. 2 файла. 2 файла. И вы видите, что файлы по файлу в данном полифайле сейчас файлу, как МТФИН, все эти два различаются, но МТФИН и все они совпадают. При этом файлы, если вполне себе отмысленные, коллизии внутри md5 мы изучим, они выглядят как бы не имеют никакого смысла делать сами для себя. Но внутри файла они осмысляют эти самые константы. То есть фактически... Значит, вот это у нас продактор самостоятельно здесь, вторая константность у нас здесь, добавляя двух блоков видно, что в сомнении нет на EQ, и выполняется один блок, и второй блок при помощи... при помощи конструкции Eq. Да, то есть это как бы... Сейчас, то есть... Ак-Пиерс не равен другому, это то лицетата? Да, совершенно верно. И как он лицетата, а он различен только в константе? Образличен только в константе. Если константы различаются, то он печатает одну статуру. Если одинаковую, то печатает другую. Но из-за того, что констант станет как бы добрым так, чтобы вниз целиком помещался блок Меркл Энберга, и там есть колесия, то он считает, что это работает. Это как бы ответ на то, что... Значит, да, не зало по нему такое... Распространял заблуждение, что константная... Что колесия обычно способными. Да, сами в себе они способными, но взятая в константе, это более-менее устраивая, они способными, и то, что мы выполняем блок ударов, и это как раз позволяет, значит, таким атакам работать. Но на это мы еще не останемся. Наше изучение можно делать. А, иди в названии... А, потому что алгоритмы, это как разумер, то... Нет, это надо понимать, что считаете... Теперь обсудим следующее. Мы, как мы знаем, что устойчивость коллизием функции, у которой были найдены ZDR, это 20 метров пополам. Единственное, что хочется использовать, у нас есть две функции, каждый из них имеет один номер, как бы нам X в этой точке, чтобы вместе получившаяся функция имела устойчивость коллизием порядка 2 в степени N, а не 2 в степени N2. Как это сделать? Это очень просто. Если у нас есть две идеальные конструкции, каждая из них имеет один номер, значит, один номер. В общем, вообще не происходит длину N2. Не возвращает нам люди. Из них очень легко сделать функцию, которая будет A идеальной, B будет иметь длину 2D. Можно так? Мы сконфонировали. сколько в мере. Легко проверить, что получившаяся функция будет идеальна. Почему это так? Значит, об этом я формально, как я объясню, как это показывается через неделю. А пока можно представить себе такую картину. Если, значит, я утверждаю, что она будет идеальна, то есть ее тоже можно будет поместить на скутник. Почему? Потому что единственный способ вычислить f от x, это поставить сообщение на скутник. Но если ему поставить сообщение на скутник, он будет его скутник знать целиком по функции x. он может также запросить значение g от x и вернуть эту картинку, потому что она полезная. То есть у нас есть Земля, вокруг нее летает два спутника. Спутник f и спутник g. Кроме того, вокруг нее летает еще спутник f конфигнация с g. Я утверждаю, что невозможно отмечить две ситуации. Когда, значит, летают спутники fg в отдельности, и из них составляет спутник fg, который, как бы, обращается к... значит, что когда у него шли сообщение, он сначала спрашивает да, потом g. и либо же ситуация отсутствует литично следующее. У нас есть один спутник fg, и если сообщение идет на спутника, он обращается на спутник fg. Если сообщение идет на спутник fg, он обращается на спутник fg. Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Так? То есть, у нас как бы, две спутники, одна, два спутника fg, fg, и третий, fcg, которые пользуются этими спутниками. Картинка одна. Картинка вторая, у нас есть один спутник fg, и он, значит, контролирует, два спутника fg. Эти картики от ничем другого другого отношения. Значит, это звучит такая информация, и, на самом деле, он может сделать формально, и это сделано. Но не сегодня. Итак, значит, получившаяся хэш-функция будет умедлено 2m, и, соответственно, устанавливающаяся корресия будет 2xn. Я обсуждаю, что если хотя бы одна из этих хэш-функций реализована с помощью метода для мертвых данных, то нам не повезло. Значит, интегральная функция, играющая только хэш-функция будет иметь такую жестостность, как и 2m макалазона. Как это умно сделать. И это, начиная с этой, с этой, с этой статьей, мы доводимся уже в 20-е веке. Эна статья отмолошен в 2004 году. Как это делается? Этот метод очень интересный. И на нем что-то называется по-рубому у нас есть 2 функции F . У нас есть 2 функции F , а G про G никакое предположение не делается. G может быть мертвых данных может быть может быть мертвых данных в том, мертвых , которые пропущены через природу совпадают. Я в последнее время партики м пополам продолжу участие и найду два сообщения м2 м2 , которые совпадают через пропущенные через природу. И я делаю это K . Какое время подачи у нас может это сделать? Как мы умножим на 2 технику плавок? Опять-таки 2 технику плавок? Это мы хотим увеличить на 2 технику плавок? дальше то есть мышц реконзации о том, чтобы избавиться от обновления объема угаслепивого баланса. Мы считаем, что она возможна. и так я потратил вот так вот столько времени и видите ли вы что предошлось? два пункта разно длинных сообщений не не два а а два техника а два техника как бы мы не брали блоки мы можем выбирать сообщение два техника можем взять первое сообщение отсюда второе сообщение отсюда второе сообщение отсюда второе сообщение отсюда то есть совершив вот такую операцию мы автоматом получили два степняка сообщений которые имеют один тот же х это называется мотик по мотик положим н пополам сообщение пополам сообщение на которых L большое оно оно совпадает давайте значит штрихи это еще нужное обозначение давайте я назовем холик у меня единичное мотик 1 мотик мотик 1 мотик 1 мотик то есть что мы получили что R от M1 для логики 0 и левая 1 M2 для логики 0 и левая 1 это равно 2 не сделаем любых значителей ну дальше делать это у нас есть два степняка сообщения у не на которых в первую минуту функция равна консансия. Вторая функция, она может быть, мы не делали таких положений, но атака размера n пополам на нее существует, мы знаем. Значит, мы помним, что атака коллектива, сложность на поле n пополам, она универсальная, она не зависит от структуры функции. Поэтому среди этих сообщений можно найти хотя бы два константа, которые совпадают иначе тоже. Поэтому потребляем время пропорциональное k n пополам можно на 25 полам, а то в принципе 25 м пополам. Мы нашли коллектива в функциях, которые есть, когда мы взяли сотня ключи, и длина которой 2m. И это очень простое, очень элегантное наблюдение. Оно было сделано вместо телекомандра. Вот буквально. Уже после того, как и больше всего 20, уже начали учиться в МФС. В вашем университете. И на этом, я думаю, можно сделать один взгляд. Спасибо за внимание!